Приветствую вас, уважаемые друзья! С большим удовольствием хочу поделиться с вами с очередным моим опытом. Сегодня хочу я вам показать про воспитание и дрессировку. И хочу, чтобы вы понимали разницу между дрессировкой и воспитанием. Дрессировка – это обучение командам. Воспитание – это установление статусов. Кто я в твоей жизни, кто ты в моей жизни. На мой взгляд, воспитание играет первую и важнейшую роль. Дрессировка же, она второстепенная и может быть третьим, четвертым, пятым местом по важности. Но изначально важно это воспитание. Сегодня вы увидите, что наш четвероногий друг Хьюстон, он делает потрясающие трюки, потрясающие вещи. Вот удивительные, друзья. Но было время, когда наш друг, были проблемы в поведении. Попросили мне помочь Кирилл и Евгений. Очень приятные, хорошие, молодые люди. Я с удовольствием это сделал. Чтобы вы видели наш друг, какие у него способности и какой молодец Хьюстон и Кирилл, я в описании видео оставлю ссылку на инстаграм-канал Хьюстона. Посмотрите, друзья, все желающие могут посмотреть, какой это пес и какие вещи он делает. Но было время, что у него были проблемы в поведении, чем я и помог. Этим опытом делюсь с вами, дорогие друзья. Молодые люди кто? Евгения. Наш хозяин, ну, в смысле, наш папа, наш муж, который ведет, и друг, друг семьи. Что за проблемы? Никак не можем отучить его бросаться на машину. Даже недавно сорвал он поводок и попал почти что под колесо. Но хорошо ехал медленно. Клиент. Едет клиент. Он уже издалека замечает это и начинает себя вести. И вот так вот он начинает беседать. Что я говорю, ты так видишь? Я вам ничего не буду говорить, чтобы... И так каждый раз, с каждой проезжающей машины, и ничего не помогает. Вот. Спасибо. В основном занимается муж, в общем, всячески пробует, много читает, смотрит. И соседская собака не дает покоя. Наша первая проблема, это соседская собака, которая вот там за забором живет. И когда все из сна выходит, он сразу же хочет попасть к ней. Обходить не хочется, потому что хочется, ну, убрать проблему. Со мной. Мы пытаемся идти, а он вот пытается туда попасть. Корм, хотя он голодный, потому что это его утренняя порция идет с нами. Корм, рядом. Нет. Не хочет даже, потому что хочет попасть туда, как можно, скорее. Пойдемте пройдем. Хочется, чтобы он просто игнорил полностью. У меня уже интервью берут. Круто, здравствуйте. Антуан. Константин. Кирилл. Антуан. Юстин. А, вы понравились ему, кажется. Еще бы. Так, что мы делаем? Что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Хотим, чтобы он перестал бросаться на машинах. Когда он один на один встречается с машиной, это все сразу. И бросок, когда она подъезжает. Это вот наша основная проблема. Выйдем, продемонстрируете? Да, да. Что еще скажете? Машины. Машины. Собаки за заборами. И вот периодически интересует. Особенно вот у нас соседка. И вот мы, как я говорил, выходим, и он сразу же это все. Тянет, да, сюда? Машины. Машины. Просто. Он, когда у нас появился, вообще у нас собака получилась. Мы там не горели желанием, чтобы у нас была собака. Просто так все совпало, и появилась собака. Я взял на себя ответственность, что буду за ней ухаживать, и все-все-все-все. И полез, естественно, в интернет смотреть, как и что вообще с собаками происходит. Потому что я понимал, что его нужно как-то воспитывать. И увидел, что там кучу всего нужно. Естественно, попал сразу на вас, потому что вы самый популярный в ютубе. Вот, начал смотреть, слушать. Начали какие-то вещи применять. Что касаемо, чтобы он не приставал, когда мы кушаем. Чтобы он там не ходил туда-сюда. Вот. И в целом там уж и какие-то проблемы. А вот эта проблема до сих пор есть. И я так полагаю, что либо где-то я какую-то ошибку допустил, потому что не знал, что прямо вот когда ты его на ручке взял, уже все, уже началось воспитание. И что-то наверняка упускаешь, потому что ты не готов был заранее. Не узнал всю информацию, как нужно с собакой начинать взаимодействовать. И, возможно, уже какие-то ошибки были допущены. Я думаю, что это одна из них. Вот. Возможно. Мы в машину мы идем? Да. Больше я проеду. Да, тут они ездят. Друзья, смотрите. Первое. Самое первое во время прогулки, да. Если ваша собака вас тянет, это уже все. Для меня уже понятно все. То есть... Не, обычно, если я так не хожу, обычно с ним. Я останавливаюсь, он ко мне возвращается, я его награждаю, и мы идем дальше. А, ну и сколько километров нужно так сделать? Он так и все равно будет так делать. Он же из-за этого не станет рядом идти. Вы ему сами показали. Слушай, когда тянешь, я остановлюсь, дам еды, вернись. Потом как пять шагов поставим, опять тянешь. Правильно? Да, да, да. Я об этом тоже думал, что, возможно, я подкрепляю не то, что нужно. Опять же, поэтому я хотел поскорее увидеться с вами, чтобы вы рассказали. Ага, он уже зациклился на машине. Да, он увидел уже это. И что потом? Ага. Вот, просто посмотрим, что он делает. Лег, сосредоточился. Вот так, да? Да. Какие игры вы с ним играли? Или играете? В пуллер мы играем, во фризби играем. Ага. Ну и дрессировка. Ну, трюковать, скажем. Для чего эти игры, друг мой? Догнать, поймать, схватить. Машина тоже самой фризби. Да. Образно говоря. Я тоже не говорил на этот тип. Но хочется, чтобы он был... Нужно просто его с этого состояния выдернуть. Пока он будет вас так тянуть, ничего не получится. Нужно, чтобы он научился спокойно с вами идти, полагаться на вас, смотреть на вас, а не нас. Друзья, я могу кого-то из вас попросить быть сегодня нашим оператором? Наверное, трубой. Да, да, да. Вы, там ничего не видно. А, я понимаю. Просто вы можете просто держать нашу стрелку. Да, да, да. Еще, Константин, просьба. Можно попросить вас держать? Давайте, да, да. Если вам не трудно. Не сложно, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Если я приехал. Да, ну я понимал, что так будет. Что еще расскажете, друзья? А, еще... Вы тогда ровно держите, друг мой. Вот, вот. Вот как-то направьте в сторону вот нас. А захватывает как? Да, просто звуком может быть проблема, если чуть ближе падет, а она захватывает прям... Хорошо, я понял. Ага, спасибо. А еще у нас Кирилл очень много занимается с Хьюстоном, и что-то у них уже получается, даже вот когда он гуляет, они гуляют, если мы там, не знаю, на Недоустке, то он прям идет рядом с Кириллом. Со мной все равно, то есть он как будто не чувствует моего авторитета. Может быть, мне так кажется, я не знаю. Сейчас я хочу сделать так, чтобы он соседоточил, что не гуляет. Спасаюсь. Побрал, Алекса? Грецкий, да. Грецкий делает движение, чтобы приявлять его внимание на себя. Сейчас мы и поводок немножко поменяем. Давайте пройдемте. Видите, ногой, эй, говорю, не тяни меня, ногой. Вот так, иду, эй. Видите, как он нашел? Я, ногой, вот так. Да-да-да, я вижу. Просто ограничивает. Да. И он начинает сосредотачиваться на меня и на моих действиях, потому что я остановлюсь непредсказуемым. Ну, он говорит, слушай, нужно смотреть, что этот парень делает, а то раз, я не успею. А-а-а. Так, он чуть-чуть внимания переключает. Я делаю резкие движения. Видите, сейчас он начал сзади. Вот сейчас нужно его вознаградить. Хорошо. Потом дадите эту сумку мне, ладно? Да, я могу прямо сейчас зайти. Да, ну-ка, давайте. Мы с ним... Что мы с ним пробовали? Пробовали просто стоять, когда он не реагирует на машины. Я его награждал и давал ему гулять, возможно. Когда он реагировал, мы просто останавливались, стояли, ждали. Когда пройдет следующая машина, если на нее не реагирует, то мы реагируем. Мы дальше продолжаем стоять, ждать. Да, вот этот момент, понимаете, эту грань вы теряете, когда он в определенном состоянии хочет это сделать. Вообще, когда он ложится, нужно ему не давать. Ногой ограничить, не дать, чтобы он лёг. Потому что у него есть определенный сценарий. Я ложусь, это как поза охоты, готовлюсь, раз, а потом как пантера прям набрасываюсь. Если его сценарий, грубо говоря, сломать, чтобы не дать ему лечь, все меняется. Видите, сейчас он не тянет меня вперед. Нужно, чтобы это вы сделали. Вот так, неожиданно. Вы видите, как я резкий, неожиданный. Резкий, неожиданный. Вот так, раз. Когда он хочет тянуть, раз, какую-то создаю. В этот момент для него какой-то резкий, неожиданный дискомфорт психологический. Говорю, слушай, не опережай меня, вот так. Вот сейчас будешь идти так, все отлично. Вот, как захочешь опередить, и опять что-то сделаю. К примеру, извиняюсь, хотелось бы было нормально. Это не больно, это вот так, касание. Он же вас касается, лапами касается, телом толкает. Да почему мы не можем? Он сам нам показывает, как можно взаимодействовать. Сейчас он еще успокоится. Когда собаки тянут, идут впереди, да? Начинают контролировать ситуацию. Там, тут, что, как. Когда идут сзади, полностью расслабляются. Потому что я беру подвесленность. А, видите, я как разбиваю его в сценарий. Ага. Он хотел лечь, а не дал. То есть, накатанный сценарий удаляю. Идешь дальше. Ничего не говоришь, Кирилл. Просто иди, понимаешь? Вот когда ты с сумкой, ты как, вижу, по тебе ты спортом занимаешься, да? Спортом занимаешься? Да, 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 да. Когда ты с сумкой идешь на тренировку, ты на сумку смотришь? Нет. С ней разговариваешь? Нет. Вот держи как сумку и иди, друг мой. Просто иди. Я с ним в целом. Вот сейчас, как он сосредоточится на машине, резко опять. Сейчас посмотрим. Я уже могу заменить тебя, друг мой. Спасибо. Потом передам. Извините, если что. Да все отлично. А, вот. И идешь дальше. Не останавливайся. А, вот так. И идешь дальше. Видишь, да? Уже что-то есть. Да, на ходу, потому что он ни разу мне не давался. Вот так. Вот это хорошая прогулка. А вот это, это нет, дружище. Понимаешь? Я знал это, но, вот, говорю, до конца не понимал, как нужно себя вести, чтобы это ему донести. У нас вообще прогулка всегда очень медленная, потому что мы вот, чтобы он не тянул. А когда мы ускоряем, как-то идет по-другому все. Ага. Я вам сейчас еще и принес подарок, поводок мой. Да, но просто я хотел сделать это на обычном поводке, потому что многие думают, что это из-за поводка. Так вот, друзья. Обычный брезентовый поводок. Начал идти сзади? Начал. Но мы поменяем обязательно, потому что тот более эффективный и нам больше поможет, чем этот. Вот так. И еще важный момент, друг мой. Помни, это один из самых важных моментов. Сейчас, извиняюсь. Да, мне позвонили, все прервалось. Кирилл, один из важных моментов в том, что вы ни в коем случае не должны его удерживать. Да, я знаю, что это сопротивление на сопротивление получается. Если вы его удерживаете, то он еще больше бросается. Нужно сделать действие. И поводок оставить расслабленным. Расслабленным. Вот так. Хорошо. Вот, машина проехала. Ага, сейчас еще одна машина едет. Когда и эту машину пройдем, вознаградите его уже. Я вам еду дам. Поводок не натягивать. Он, когда будет готовиться, отвлечь его. И идти дальше, не останавливаться. Вот так. А сейчас вознаградите. Хорошо. Молодец. Ага. И идем дальше. Приблизительно этот момент понятен другому. Ничего сложного нет. Просто помните. Будьте непредсказуемо резкими в таких случаях, чтобы переключить его внимание. И поводок ни в коем случае не держите в натяжении. Как он почувствует натяжение, он будет бросаться. Ага. Он должен чувствовать расслабление. Вы держите его сознание, а не тело. Ага. И заметьте. Заметьте, друзья, я сумку. Я могу на вас смотреть, вам и отвечать. Как будто его нервничать. Не сосредотачивайтесь. Вы эмоционально входите в ее диапазон. Он понимает, что вы за ним наблюдаете, вы в его диапазоне. И начинает манипулировать. А я сейчас отключу, понимаешь? Он включился в режим ведомого. Идти. Просто идти за человеком. Если его научим мы, дети потом смогут? Или нужно каждому... А у вас дети? Двое. Взрослые? Одно 8, одно 5. Сейчас разберемся. Открою. Во-первых... Отсюда подержи. Во-первых, здесь второй фиксатор есть. Из него можно сделать... Вот так пропустить этот шнур через это кольцо. Сделать из него еще одну петлю. К примеру, для второй собаки. Ага. Или можешь надеть на свой пояс. Вот так. И гулять без рук. Ну-ка, пусть ты. Пошли. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. давай сейчас потом опять нужен поводок раз смотри держишь вот такую дистанцию никогда поводок не держите чтобы он не сосредотачивается держишь тебе какую дистанцию нужно передаю аккуратно в эту вот там можешь еще чуть-чуть удлинить сделать замок вот так вот чтобы он видишь даже открытой рукой он держится если очень коротко чуть-чуть можешь видишь он вообще не смог сейчас же он как-будто такой нет 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 я не могу ты смотри и у меня страх машин спасибо костантин очень правильно сказал это нужно ежедневно ежедневно сейчас этот навык у него вот подо лбом вот здесь нужно его толкнуть вглубь сознания а это нужно ежедневно делать сейчас это под кожей же так и с людьми на самом деле да да многократное повторение закрепляет модель поведения вот так он не реагирует и даешь еду и двигайся как хочешь как хочешь друг мой а чтобы противоположность было да да давай сейчас так тоже нормально в принципе ладно это газированные нет а я не пью газированные а сейчас кирилл ты сам ту собаку пройдешь и просто принцип если ты понял вот смотри машина едет и он вознаграде вот так и идешь дальше мы его выключили с этого режима просто сейчас этот режим нужно закреплять и развивать чтобы этот режим стала основным а то у него основной режим именно набрасываться а сейчас другой режим видишь режим спокойной ходьбы с человеком сейчас друзья пришли к тому что наш друг идет очень спокойно рядом даже чуть-чуть сзади и среди машин понимаете он должен получить этот опыт да они живут там где мало машин вы видели да ну не часто машины проезжают каждая машина становится для нашего друга как мишень среагировать тут машин много и мишени не будет то есть на кого акцент дать ни на кого здесь каждую секунду машину проезжает а мозг привыкает к этому что ну и что что машина проехала реагировать не нужно не нужно не нужно при этом когда он не реагирует мы ему даем вкусняшку можем еще и перенаправить вкусняшкой тоже вот сейчас я кириллу сказал иди ближе вот ближе к машинам видите как начал идти друзья ведь он тянул шел впереди был беспокойным реагировал охотился вот этой позе до охоты сейчас совсем другое дело стало комфортнее главное моей голове теперь есть правильные нужные пункты и теперь я смогу доносить до хьюстона то что то что я хочу это очень потому что проблема его голове в моей и некоторых незнаниях вот оставить на свои места рассказать обучить спасибо да дружище они тебе спасибо знаешь что я хочу более ближе к машинам видишь сейчас его мозг к чему учиться на твой взгляд вот здесь на улице когда столько машин то что это нормально что они ездят на каждую бросаться то есть то что они есть в большом количестве еще такой момент конечно я это не снял к сожалению когда мы сейчас ехали в маш вот собака ну-ка посмотрим у тебя есть переключить чем она его взяли на руки и все так всегда делают с маленькими а я это не снял к сожалению но ты можешь рассказать как он себя в машине вел и как час мы сейчас ехали в машине тоже была проблема когда он садился в багажник мы выезжали соответственно машины раздражители он их видит через окно и начинал просто как тазманский дьявол вот так вот пихрем крутится безумство это очень плохое состояние очень да вот я это понимал но не знал как как повлиять антуан показал очень простой способ и хьюстон после некоторых манипуляций просто спокойно лежал вообще не показывался мы про него забыли ехали болтали обо всем но не а хьюстон вот так впервые ездил спокойно соответственно когда мы приехали и продолжили прогулку он был спокойно уже спокойно потому что он не разогнался в машине понимаешь это то же самое только в замкнутом пространстве а когда ты там не реагируешь на него потому что у тебя нет этой возможности да это состояние поднимается в его сознание повышается и потом когда ты выходишь на прогулку он это продолжает да но теперь я знаю как сделать так чтобы он не возбуждался просто отдыхал друзья к сожалению нет записи как хюстон всегда был в машине и к сожалению все так быстро произошло что мы даже не сняли что я сделал вам расскажу что я сделал как говорил кирилл собака машине себя вела как османский дьявол крутился беспокоился да что я сделал друзья первое с открытым багажником я дождался пока собака полностью успокоиться когда он успокоился я без слова рукой показал что можно в машине почему я так делаю объясняю друзья когда собака чего-то ожидает и а вы требуете терпения она успокаивается разрешающее слово может стать спусковым крючком чтобы ее эмоции сразу зашкалил поэтому понимаю это я рукой сказал что он может прыгнуть в багажник если вы замечаете кирилл тоже начал рукой работать без слов чтобы не возвысить уровень возбуждения с помощью слова до ожидаемого слова друзья поэтому рукой показали что он прыгнул багажник он прыгнул туда но я поводок с него не снял и поводок бросил к пассажирскому сиденье где я сидел к пассажирскому месту и сев машину рядом с водителем я начал с помощью поводка контролировать хюстона до сих пор он едет машине абсолютно спокойно до этого вел себя чрезмерно беспокойно и при встрече при проезжающий напротив машины также хочет наброс хотел набрасываться и также себя беспокойно ввел как мы его успокоили показали вообще как себя вести что можно спокойно пройти рядом с машинами и не реагировать на них и как посадили его в машину друзья он абсолютно начал вести себя так как нужно положим можно на заднее сиденье и есть а специально по краю прям по краю чтобы машины были максимально максимально вот так вот так максимально ближе сейчас каждая проезжающая машина дает информацию ну и что что машина ну и что это запечатляется в сознании и нужно это у вас продолжить обязательно да обычно его вот когда близко машина подъезжали он такой и вы и кинул да 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 и ты заметь я специально сейчас конечно же многие думают что я с машиной но мне все равно я специально еще ближе можешь еще ближе вот где бордюр вот так как слышишь звук машины перенаправлял так как машина проехала дай он начинает нервно ездить потачку не когда он на тебя смотрит так не делай ты как будто его дразнишь когда он на тебя не смотрит а его внимание там именно тогда так делай то есть приближай руку и привлекай внимание ладно когда он на тебя смотрит так не нужно делать а то это как уже у меня что то есть но не дам а когда он отвлекается вот тогда нужно сейчас тишина смотри какая хорошая сейчас нет за что сейчас машины то нет он должен это конкретно связать с машины лезет под ноги приподнимаешь вверх дашь направление чуть туда и идешь дальше вот так чтобы он не запутался и идешь иди просто проехала да да отлично идем дальше вот отлично дай вот отлично тоже так 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 женя немножко вот так двигайся там собака очень хорошо же отлично отлично аж видишь как ближе проезжают машина едет отлично вот сейчас дай очень хорошо очень хорошо пойдемте дети ты знаешь внимание обращать как уши идут вперед перенаправлять как уши идут вперед перенаправлять значит он готовится к чему то то есть среагировать на машину так 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 такой так 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 как будто закрывается Вот машина проехала, и да. Я поняла, в чем была наша ошибка. В чем, скажи. Вот именно в том, что мы пытались его отдернуть именно от машин, но не добивались того, чтобы быть хозяином всей ситуации. То есть мы видели проблемы только в машине, а проблема в том, что он владел полностью нами. Да. Да. При этом, когда вы ездили в машине, он там прям включался в этот режим, потому что Кирилл говорит, что он как тасманский дьявол вот так в машине, вот крутился-крутился туда-сюда, туда-сюда. Это же поднимает эмоции на самую высокую ступень. Потом, когда вы выходите из машины, он с этими эмоциями и выходит, понимаешь? А сейчас, когда мы ехали, он абсолютно спокойным был. Он лежал даже. Как я не снял, а как жаль. Ну, ладно, ничего. Друзья. Мы снимем. А, вот, вы снимете. Да, хорошо. Я вам показал путь. Сейчас нужно просто спокойно, умеренно, не торопясь. По этому пути двигаться. И не обращать внимания на ту помеху, не ту. Не нужно разочаровываться. Просто нужно взять и сделать это. Вы можете это. И ты, и Кирилл. Обе вы способны сто процентов это сделать. По вам это видно. Главное, способен он. А он вообще способный парень. Вообще способный парень. Вот сейчас этот фургон проедет. Тойотка. Вот сейчас. Видишь, чуть-чуть ты хотела опоздать, Жень. Вот сейчас ты наде... Вот сейчас я надеюсь, что ты уже более конкретно поняла, да? Ты сейчас хотела опоздать. Да. Учетка сделала. Вот отлично ты сделала. Умница. Я хочу сказать, что я была скептически настроена. Я отговаривала мужа, говорила, что да что ты, чему нас можно еще научить. Но я поняла, что Антуан видит проблему не так отрывисто, как мы. Реально проблема не вот в этом маленьком, в маленькой загвоздке, а он видит проблему шире, гораздо шире. Так, как не видим мы. И именно это видение помогает делать несколько шагов для достижения результата. Серьезно, я не ожидала. Я сегодня просто хожу и ликую, потому что я не узнаю свою собаку. Такое бывает, господи, спасибо. Вот. Так что все круто. Спасибо. Так бывает, да? Друзья, как-то так. Дождусь, пока наши друзья снимут свое достижение, отправят мне, а я покажу вам. Привет. У нас было две проблемы. Это активная реакция на машины, проезжающие мимо, и реакция на соседскую собаку. Сейчас мы покажем, что у нас получилось после консультации Антуана. Сейчас прошло какое-то время, порядка двух с половиной недель, наверное, с его визита. Сейчас увидим, что... Как теперь? Так. Как же вы думаете? Да. Поэтому... Сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна машина Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну, вот теперь вот так вот Ранее вы видели, как он реагирует, а сейчас мы даже подходим наискосок к машине И он... Еще будем работать, продолжать, но вы видите, что реакция гораздо радикальнее Вот такой результат Ну, разница видна У нас была еще одна проблема Собака себя вела в машине, как тазманский дьявол Крутилась, вертелась, прыгала, смотрела Опять же, была реакция на движущиеся объекты вне машины И он в окна видел это и тоже двигался за ними, хотел их догнать Вот Теперь мы залезаем в машину следующим образом Я жду, пока он сядет Дальше Все Теперь отправляемся внутрь и едем И смотрим, что произошло Раньше, когда он залезал, он сразу же лапы ставил вот на сиденье И все, и уже был такой Ну что, давайте погнали Где там раздражители мои любимые? И возбудители? А теперь он просто что-то жрет Ну, а теперь он просто находится там И максимум, что это он делает Вот так вот сидит Вот Проблема была Антуану я решил за секунду Вот И это было очень круто Теперь всегда так Не разговариваюсь Ну вот в целом это максимум, что он может делать Вот так вот мило своей мордашкой Сидеть и нюхать ветер Раньше же он в это время уже тут начинал измеваться Как змей Которого сдерживают И не отпускают на воль Не успели заснять слишком быстро Решили проблему Да, не успели Потому что проблема так быстро решилась И она просто повторяется Реально, он просто прям туда-сюда скакал Прямо Ты стоишь на светофоре, а машина сзади качается Потому что он там прыгает из угла в угол Вон там сейчас сидит машина Раньше бы он уже ее бы увидал бы издалека И начал бы уже хотеть стакать Просто услышал ее и все И особо ничего не произошло Сейчас мы ему еще внимание уделяем Поэтому он чуть-чуть такой Что вы там Что это вы про меня говорите Слышите свое имя А так бы он уже давно там лежал Хочу ваше внимание обратить на следующее Собака может делать очень много дрессировочных трюков Да, трюковая дрессировка Это отлично Но она может быть нестабильным в поведении, друзья Она может ходить на задних лапах Но может облаивать, к примеру, проходящего человека Она может делать какой-то удивительный трюк Но бросаться на машины Понимаете? Поэтому помните Воспитание играет ключевую и первоначально важную роль Взаимоотношений человека и собаки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!